Добрый вечер, на часах 20.30, время новостей на канале НЕСЕЙ в студии Ксения Митрофанова. И в начале коротко главная тема выпуска. Сибирский аэрокосмический университет может получать дополнительно от государства 200 миллионов рублей в год. Как это стало возможным и что изменится для студентов? Также должен влиять, безусловно, на генерацию кадров, необходимых для высокотехнологичных отраслей экономики, на создание новых инновационных компаний. Более 200 красноярских туристов не смогли вернуться вовремя домой из Вьетнама. Почему их вылет задержали и в каких условиях красноярцы ожидали возвращения на родину? После небольшого потепления в край могут вернуться морозы. Какой будет погода в регионе в последнюю неделю января и когда пойдет снег? И в самом конце недели мы ожидаем потепление и ветер повернет нас снова на западный 3,8 метров в секунду. Фильм молодого красноярского режиссера получил престижную награду на кинофестивале в Лондоне. Кто снялся в главных ролях и о чем это кино? Ну, кстати, комиссия, которая принимала этот фильм, это же дипломная работа Софии. Вот, они сказали, что когда фильм закончился, что вы знаете, София, нам бы хотелось смотреть его дальше. Сегодня губернатор края провел оперативное совещание с членами правительства и руководителями правоохранительных структур. Они доложили главе региона о ситуации в крае за прошедшую неделю. В связи с тем, что в центральных регионах России были отнычены случаи заболевания граждан различными формами гриппа, особое внимание было уделено докладу министра здравоохранения Вадима Янина. Он доложил, что за прошедшие выходные жители региона вызывали скорую помощь чаще. Однако обращений, связанных с подозрением на острые респираторные заболевания, не так много. Министр также пояснил, пандемическим гриппом H1N1 в нашем регионе болеют каждый год. Последняя эпидемия в Красноярском крае была зимой 2009 года. Сейчас поводов для паники нет. Во-первых, большое количество людей вакцинировалось, поэтому создана необходимая иммунная прослойка. А во-вторых, эпидемии препятствуют в том числе и морозы, которые стоят в регионе. Также на совещании уделили внимание подготовке к международному турниру по вольной женской борьбе Иван Ярыгин. Он пройдет с 29 по 31 января. По словам министра спорта Сергея Алексеева, свое решение об участии подтвердили 338 атлетов из 12 стран. Все готово к соревнованиям. Виктор Толоконский подчеркнул, этот турнир является визитной карточкой края, и поставил задачу провести его на традиционно высоком уровне. Сегодня в честь российского праздника Дня студентов Виктор Толоконский и Александр Ус вручили государственные именные и краевые стипендии. Сколько учащихся в этом году стали лауреатами? Расскажем далее. Высшее образование в регионе выйдет на новый уровень. Сибирский государственный аэрокосмический университет вошел в число 11 вузов, признанных экспертным советом при Министерстве образования и науки России опорными. Что это означает для студентов и преподавателей Сибгау расскажет Анна Московских. В Сибирске государственный аэрокосмический университет сегодня это более 11,5 тысяч студентов. Но вполне возможно, что уже в ближайшее время желающих получить образование именно здесь станет гораздо больше. Этот вуз вошел в число опорных и теперь может рассчитывать на дополнительную поддержку федерального центра. 200 миллионов рублей именно столько будет получать обновленный вуз ежегодно в течение трех лет. Он в свою очередь должен стать более привлекательным для абитуриентов, заинтересовать лучших выпускников школ высоким уровнем подготовки и успешным трудоустройством в дальнейшем. Те студенты, которые обучаются в опорном университете, они в дальнейшем получат больше возможностей для своего развития. То есть у них впереди будет и магистратура, и аспирантура, и возможность защиты в диссертационном совете, который будет создан в этом университете. А эти университеты будут иметь преференции для того, чтобы создавать такие диссертационные советы. А это очень важно на самом деле для молодых ребят, чтобы выстраивать свою траекторию и в дальнейшем видеть свое место, может быть, в науке, может быть, где-то на предприятии. Опорный вуз создадут путем реорганизации. Сибгау и старейший вуз региона, Сибирский технологический, объединятся под новой вывеской. Краевые власти рассчитывают, что новая программа позволит высшему техническому образованию в крае сделать качественный скачок. Этот проект повлечет за собой и перенастройку исследовательской инфраструктуры, усиление инновационного блока университета. И мы ждем правительства края очень существенного участия этого университета в реализации проекта развития, прежде всего, инновационного развития Железногорска. Также должен влиять, безусловно, на генерацию кадров, необходимых для высокотехнологичных отраслей экономики, на создание новых инновационных компаний. Нам важно, чтобы наши дети имели возможность получать достойное образование, чтобы обеспечить связь образования и экономики края, и социальной сферы, которая тоже является одним из крупных работодателей. Поэтому сейчас, через идею опорных вузов, мы хотим расширить вот этот перечень вузов, находящихся в Красноярске, но которые имеют более высокий уровень внимания со стороны федерации, со стороны профильных федеральных министерств. В Министерстве образования и науки отмечают, в создании опорного вуза это не просто объединение нескольких университетов. В течение трех месяцев СИБГАО должен представить ведомство программу развития на пять лет. Для качественного развития вузов недостаточно простого сложения бюджетов вузов и оптимизации расходов на административный персонал. Необходимы серьезные внутренние изменения, переход на студентоориентированные модели обучения. Массовых сокращений в связи с этим ждать не стоит, уверены в Агентстве науки и инновационного развития края. Максимум под сокращение могут попасть повторяющиеся управленческие позиции. А вот потребность в педагогах, напротив, может даже вырасти. Количество преподавателей в первую очередь зависит от их нагрузки, а нагрузка в свою очередь зависит от количества студентов. Но коль скоро мы собираемся увеличивать количество студентов, очевидно, что и спрос на преподавателей наоборот должен возрасти. Безусловно, мы надеемся на то, что и эффективность работы преподавателей тоже повысится. Возможно, изменения почувствуют и студенты. Эксперты предполагают, что требования для поступающих станут выше, а образовательные программы насыщеннее и разнообразнее. По сути, СИБГАУ и СИБГТУ станут флагманами нового подхода к высшему образованию. Анна Московских, Алина Штоколова, Денис Тимошенко, Павел Пателицын. Новости. Сегодня Татьянин день или день студентов. В честь этого праздника руководители края вручили государственные имены и краевые стипендии лучшим студентам вузов нашего региона. И теперь 33 человека в этом году будут получать по 7 тысяч рублей в месяц. С подробностями Андрей Старадын. Именная стипендия Красноярского края вручается с 2006 года. Ее лауреатами за 10 лет стали более 450 человек. Все стипендианты добились высоких результатов в учебе, научных исследованиях или творчестве в самых разных областях. Например, Андрей Дебрин 4 года занимался изучением и разработкой возобновляемых источников энергии. Он считает, что будущее энергетики за ветряными и солнечными станциями и готов и дальше заниматься наукой. Получив стипендию имени Решетневая, лишний раз убеждаюсь в том, что я могу, могут мои коллеги чего-либо добиться. Мы можем продвигать науку, за этим будущее. В день студента или Татьянин день, единственная Татьяна среди лауреатов именной стипендии изучает безопасность информационных технологий в Аэрокосмическом университете. Она уже получает президентскую стипендию, краевая награда тоже очень важна для нее. А 7 тысяч рублей в месяц лишними точно не будут. Второй курс магистратуры и вот в этот день такой морозно-солнечный и закрылась сессия и получила стипендию День Татьяны. Приятно, очень приятно. Как отметил губернатор края Виктор Толоконский, очень правильно, что стипендии именные и посвящены выдающимся людям, которые много сделали для развития края. Это, например, знаменитый художник Василий Суриков или писатель Виктор Астафьев. И вот так, с одной стороны, увековечить память выдающихся людей для Красноярского края и связать это с будущими открывателями чего-то нового, будущими лидерами в развитии нашего края. Я думаю, что это и великая традиция, и это очень сильное настоящее и будущее. А председатель законодательного собрания края Александр Ус подчеркнул, что 10 лет назад, создавая премию, власти края хотели добиться высоких темпов развития науки и образования в регионе. Все больше и больше талантливой инициативной молодежи идет дорогой знаний. А это означает, что цели, которые были поставлены по историческим меркам сравнительно недавно, в значительной степени уже достигнуты. И сегодня, вот глядя на ваши молодые, такие вдохновляющие лица, хочется сказать вам спасибо за то, что вы у нас есть. Всего за 10 лет общая сумма выплат по именным стипендиям составила более 32,5 миллионов рублей. И, скорее всего, в следующем году традиция будет продолжена, и десятки выдающихся студентов вновь получат подарки на Татьянин день. Андрей Стардым, Денис Тимошенко, Новости. На территории региона снова меняется погода. Как долго продержатся 30-ти градусные морозы, узнаете далее в выпуске. Жилой комплекс «Глобус». Квартиры с улучшенной отделкой по привлекательной цене. Уникальное предложение и регулярные акции на сайте красглобус.ру. Измените свое представление об образе жизни. Жилой комплекс «Глобус». Расширяя горизонты. Впервые в Красноярске. Новое захватывающее шоу. Дельфины и пираты Карибского моря. 231-64-64. Торговый центр «Домер». Привет. Мы что хотим сказать? Низких цен иногда приходится ждать. Вот Нина ждала скидок на шубу красивую. Валера к зиме только цену на велик осилил. А Роме купили на распродаже формы. Так ожидания низких цен превращаются в норму. Хорошо, что бывает наоборот. Низкие цены круглый год. Низкие цены не зависят от сезона. 90 рублей в месяц за быстрый интернет и безлимитные звонки на «Теле-2». Тариф черный. Честно, дешевле. Откройте для себя автомобиль нового уровня роскоши и комфорта. Абсолютно новый. Volvo XC90. Наш взгляд на роскошь. Мы знаем, что сможем тебя удивить. Проверь сам. Узнай подробности на сайте volvokarkrasnojarsk.ru или по телефону 299-40-10. В Артемовске Курагинского района произошло массовое убийство. В собственном доме были найдены тела четверых человек с огнестрельными ранениями. Погибших обнаружила родственница. По предварительной информации следствия, виновником трагедии стал отец семейства. Подробности в материале далее. В городе Артемовске в своем доме в прошлую субботу были убиты 4 человека. Погибших обнаружила мать 39-летнего главы семьи. Помимо него убитыми оказались его жена и двое детей 17 и 9 лет. Со слов соседей, семья была спокойной. А возможной причиной трагедии называют финансовые проблемы главы семьи. Дело у него это не шло. То, что он занимался бизнесом, я не знаю. Пытался что-то делать. И в последнее время тихий-тихий какой-то был. Ну, весь в себе абсолютно. Ну, как так, чтобы всю семью я вообще не представляю. Просто в голове не укладывается. Известно, что предприниматель занимался продажей пиломатериалов. Жители городка рассказывают, по слухам, он задолжал кредиторам полтора миллиона рублей. И к нему часто ходили коллекторы. Мужчина неоднократно говорил о самоубийстве. В субботу же, по предварительной версии следователей, он застрелил всю свою семью, в том числе беременную жену. После чего покончил с собой. Может быть какие-то долги. Может быть, они и были. У нас же так получается, что мы больше внимания уделяем на неблагополучные семьи. А вот такие вот средние семьи, да, довольно-таки крепкие, ну, какие-то самодостаточные, ну, они как-то уходят из нашего поля. А ведь у каждой семьи есть свои проблемы. Естественно, может быть, и здесь. Ну, не смогли, может быть, где-то вовремя выйти вот из этой создавшейся ситуации. Ну, вот результат. Как рассказали в Краевом следственном комитете, мужчина забаррикадировал двери изнутри. Бабушке, пришедшей проведать своих внуков, пришлось приложить усилия, чтобы проникнуть в дом. Рядом лежало охотничье ружье 16-го калибра. Как сейчас выяснили следователи, охотничье ружье было не зарегистрировано. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса. В настоящее время произведен осмотр места происшествия, опрошены родственники. Также назначена баллистическая экспертиза и судебно-медицинское исследование тел погибших. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все детали, произошедшие в Артемовске трагедии. Сергей Сеславин, Артем Ахальников, Станислав Беркий. Новости. Красноярские туристы почти сутки не могли вернуться домой с Вьетнама. Об этом люди написали в социальных сетях. По их словам, вылетите из города Камрань в Красноярск. Они должны были еще вчера в 23.50. Но их рейс сначала задержали, якобы из-за того, что самолет из Красноярска прибыл с опозданием. Затем время поменялось из-за погодных условий. А позже рейсы вовсе отменились, ссылаясь на техническую неисправность. Спустя пять часов, выдав багаж и отменив отметку о выезде из страны, всех туристов развезли по отелям. Лететь домой красноярцы должны были авиакомпании Pegas Fly. Там сообщили, что рейс были вынуждены отменить из-за неисправности одного из агрегатов воздушного судна, которую нашли при плановом осмотре самолета по прилету во Вьетнам. Да, мы привлекли авиакомпанию-партнер для выполнения данного рейса на идентичном воздушном судне, то есть тоже Boeing 767-300. На данный момент пассажиры регистрацию прошли, экипаж готовит воздушное судно к вылету. Как только экипаж дает готовность, то пассажиров начнут самолет непосредственно сажать, и дальше будет вылет. Я думаю, в течение минут сорока все это должно пройти. И как нам стало известно к этой минуте, самолет с российскими туристами до сих пор не вылетел из вьетнамского аэропорта Камрани, и мы продолжаем следить за ситуацией. Но по возвращению домой отдыхающим красноярцам придется привыкать к сибирским морозам. По словам синоптиков, в Сибирь вернулся антициклон, блокирующий проникновение теплого воздуха. Морозы продержатся всю неделю, а вот на выходных вновь потеплеет. Начиная с сегодняшнего дня, в большинстве районов края по ночам будет 25-30 градусов ниже нуля, местами до 40. Дневные температуры составят 20-25 мороза, осадков не ожидается. К концу недели столбики термометров поднимутся до отметки минус 11-13. На юге Таймыра и в Турханском районе ожидаются метели, ночью подморозят до 28 градусов, а дневные температуры воздуха будут составлять минус 23-28. Померзнуть придется и жителям краевого центра, зато в конце недели специалисты прогнозируют 12-14 градусов ниже нуля. Вся неделя у нас будет практически без осадков. Температура, значит, в ближайшие сутки ночью 25-27, днем 21-23, а вот среда и четверг здесь у нас 27-29, четверг даже 28-30, а дневные составят 22-24 градуса. Ветер будет в начале недели западный 27 метров в секунду, в дальнейшем восточные четвергки 3-8, и в самом конце недели мы ожидаем потепления, и ветер повернет снова на западный 3-8 метров в секунду. Сегодня исполнилось 105 лет со дня рождения Петра Сысоева, одного из директоров Красноярского машиностроительного завода. В честь юбилейной даты на центральной проходной предприятии открыли мемориальную доску. Петр Александрович руководил Красмашем 13 лет, и это время считают ключевым периодом в развитии завода. Именно под его руководством производство реконструировали под выпуск ракетно-космической техники. Затем здесь начали делать баллистические ракеты. Кроме того, завод производил известный на весь мир холодильник Бирюса. Его поставляли в 38 стран. Мемориальная доска интерактивная. Если просканировать специальный код, можно узнать биографию Петра Сысоева. Петр Александрович Сысоев и Михаил Зашиплев стоят на одном уровне. Они обеспечили тогда, в будущем, наше сегодня. Поэтому наша задача не просто честовать и уважать. Это необходимо. Наша задача создать такое производство, такую науку и такие заделы, чтобы потом не обязательно с досками, а просто в памяти наших потомков остались последователи Сысоева, последователи Решетнева. Кстати, сам завод информационной спутниковой системы открывался при непосредственном участии Сысоева. Все достижения этого человека представлены на специальной выставке, открытой в административном корпусе «Красмаша». Здесь выставлены не только фотоматериалы и исторические справки, но и документы, подписанные легендарным директором предприятия и даже его личные вещи. Личные вещи, личное дело. Есть даже вот это яичко, это подарок ему от Ижевского завода номер 622. Он дважды возглавлял это предприятие, сразу пришел после окончания техникума туда работать, потом впоследствии во время войны работал на это один из оборудованных заводов. Ну, вот подарок, видимо, там от близких людей. Фильм красноярского режиссера «Тамара» стал лучшей короткометражкой по мнению жюри Лондонского фестиваля. Как проходили съемки, кто сыграл главные роли в ленте? Расскажем далее в выпуске. Здравур не сушка. Куры яйцами завалили. Привет. Мы что хотим сказать? Низких цен иногда приходится ждать. Вот Нина ждала скидок на шубу красивую. Валера к зиме только цену на велик осилил. А Роме купили на распродаже формы. Так ожидания низких цен превращаются в норму. Хорошо, что бывает наоборот. Низкие цены круглый год. Низкие цены не зависят от сезона. 90 рублей в месяц за быстрый интернет и безлимитные звонки на Теле2. Тариф черный. Честно, дешевле. Вы расслаблены, вы легкие, словно перышко. Одной рукой вы нажимаете на кнопки пульта, другой пересчитываете сэкономленные деньги. Вам хорошо. И впереди у вас еще более 60 каналов. Опять перед телевизором сидит. И нет, крики чаек не тревожат вас. Вы спокойны. Как вам рук. Пакет легкий. Более 60 каналов от 50 рублей в месяц. Спутниковое телевидение «Телекарта». Живите с легкостью. Субтитры подогнал «Симон»! Фильм «Тамара» молодого красноярского режиссера Софьи Сафоновой получил приз на престижном лондонском фестивале. Европейские кинокритики назвали его лучшим среди десятка работ. Кто снялся в главных ролях короткометражного фильма, расскажет Екатерина Погорелова. Жизнь красноярского кондуктора маршрутки легла в основу фильма. Это картина о любви, непростой работе и обычном женском счастье. Фильм снимали полностью в Красноярске, однако посмотрели его уже далеко за пределами нашей страны. Идея фильма полностью принадлежит красноярке Софьи Сафоновой. Девушка живет в Москве, однако фильм приехала снимать в родную Сибирь. Сюжет завязан вокруг кондуктора Тамары. Главную роль сыграла Инна Торбич. Актриса рассказывает, что на ее роли ее утвердили без кастинга и предварительных проб. Она сразу почувствовала свою героиню. Ей тоже, как любой женщине, хочется в жизни счастья. Она встречает человека. Ей кажется, что это наконец ее судьба. Ей очень хочется, чтобы все, как в сказке, наконец сошлось. Чтобы этот мужчина понравился ее сыну, а сын понравился ее мужчине. И вот она организует встречу. Встречу в кафе, куда приглашает своего возлюбленного. Это водитель автобуса на том маршруте, на котором она работает. И ребенка приводит. Но в фильме уже понятно, что из этого получается. Фильм короткометражный. Ну, кстати, комиссия, которая принимала этот фильм, это же дипломная работа Софии. Они сказали, что когда фильм закончился, что, вы знаете, София, нам бы хотелось смотреть его дальше. Фильм взял главный приз престижного лондонского фестиваля кино в номинации «Лучшая британская короткометражка». В картине снимались десятки жителей края. В основном в эпизодах. Например, Иван увидел в интернете приглашение на съемки фильма. Когда пришел на съемочную площадку, сразу попал в кадр в роли одного из пассажиров маршрутки. Съемки были очень интересные. Особенно было приятно, что в команде действительно принимали участие и был один чех, был австралиец. То есть была даже возможность практиковать свой английский. И сам процесс был очень живой. Нас там угостили печеньем с чаем. И было очень много дублей, как ни странно. Хотя сцена длилась всего лишь около трех минут. Но мы снимали где-то с самого утра, где-то, наверное, часов с восьми и до обеда. Даже позже. Фильм также уже отобран для участия в международном фестивале кинематографических дебютов, который пройдет в Ханты-Мансийске. И, возможно, после многочисленных признаний его покажут на большом экране. Екатерина Погоревова, Алексей Овсяников. Новости. В России отпраздновали Международный день снега. В этот молодой праздник в городах традиционно разворачивают десятки развлекательных и спортивных площадок, среди которых как шуточные семейные эстафеты, так и настоящие горнолыжные соревнования. Чем запомнится этот день красноярцам и гостям Краевого центра, расскажет Александр Ловицкий. День снега Это была ракета, сзади были турбины, по бокам был номер, а спереди было название. Что-то все, что осталось от него. Да, спереди было название. Я думаю, мы бы и дальше уехали, если бы сани боком не поехали. Именно остров Татышев стал главной площадкой празднования Дня снега в Красноярске. Несмотря на прохладную погоду, праздник собрал тысячи красноярцев. Здесь развернулись десятки площадок. Микрохоккей для детей, зимний боулинг, семейные эстафеты, где дети вместе с родителями соревновались в катании в мягких колесах и многом другом. Одной из новых традиций праздника стал шестиметровый снеговик, который должен стать символом Дня снега в Красноярске. Снеговик – это, так сказать, отправная точка для будущих рекордов. Мы считаем, что в России порядка 7-8 метров самый высокий снеговик. У нас порядка 6 метров. Будем с каждым годом расти, будет праздник расти и снеговик расти. Еще одной площадкой праздника на правом берегу Енисея стали настоящие горнолыжные соревнования. Правда, участвуют в них дети. На высоких скоростях по склону летят спортсмены, многие из которых и в школу-то еще не ходят. Возраст участников от 4 до 12 лет. При этом многие показывают отнюдь неплохие результаты, ведь даже к этим соревнованиям ребята готовятся вместе с родителями. Сначала пробую красу, потом уже буду участвовать. Мотивация у меня вообще хорошая. Снега приведи ребенка. Жды хорошие дают. Самый главный, самый... И вообще им это надо. Надо спортом заниматься всегда. Именно в этом и есть главный смысл Дня снега, второе название которого – Международный день зимних видов спорта. Праздник был основан Международной федерацией лыжного спорта в 2012 году и призван популяризировать здоровый образ жизни. И это движение уже поддержали более 40 стран. Александр Ловицкий, Александр Ермошенко. Новости. Телефон редакции новостей 236-01-36. Адрес в интернете 3W-ENISEI-TV. Через пару минут прогноз погоды. Прямо сейчас немного актуальной информации. Но я с вами не прощаюсь. Увидимся в 23.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова